Привычная речь идет об интеграции молекулярной диагностики в клиническую онкологию, старые новые тесты, законодательные клинические аспекты. Этот слайд, честно говоря, у меня фигурирует из одного сообщения в другое, потому что если говорить вообще про молекулярную диагностику в онкологии, то на сегодняшний день есть вещи, без которых уже трудно себе представить современную клинику. Все врачи знают, это наследственные опухолевые синдромы, здесь очень много активности делается, и самое главное, благодаря деятельности фармкомпании, благодаря появлению новых препаратов, все-таки очень много сейчас назначений лекарственной терапии основывается на результатах молекулярных тестов. Что в большей мере знают гематологи, плохо знают на самом-то деле онкологи, по крайней мере есть тесты, которые существуют, которые так или иначе ориентированы на том, чтобы фрагменты опухолевых клеток выявлялись в различных средах организма. Насколько это нужно, это другой вопрос, но так или иначе эти тоже технологии, которые стали более современными благодаря молекулярной диагностике. И что вправе вообще не знать доктора, ну это как раз вот у меня лаборатория, довольно много этим занимается, а так-то это нетипичное занятие. Мы помогаем нашим морфологам иногда проводить дифференциальную диагностику опухоли с невыявленным первичным очагом, потому что традиционно это делают морфологи при помощи тканеспецифических маркеров. Но на самом-то деле и многие мутации имеют опухолеспецифический характер. Ну в качестве примера мутации GFR нашли, скорее всего это опухоль легкого, а не другой вид карциномы, аденокарциномы. Ну здесь тоже наш скромный вклад иногда есть, скорее на уровне комплементарности, скорее на уровне дополнения, нежели как самостоятельная опухоль. Ну и так мутации. Этот слайд, честно говоря, уже немножко надоел, хотя он периодически модифицируется. Но посмотрите, относительно недавно добавились транслокации НТРК, появились препараты, относительно недавно добавились мутации МЕД. Это новое направление, новое показание. Но так или иначе на сегодняшний день целый ряд мутаций есть, которые в какой-то степени являются самой главной основой для клинического решения. Я никогда не поддерживаю идею, чтобы лаборатория назначала лекарственную терапию или какое-либо лечение, потому что на то есть специалисты. Но так или иначе мы прекрасно знаем, что если обнаружено при метастатическом раке мутации, например, и GFR, то так или иначе вопрос назначения ингибитора и GFR встанет, в общем-то, всегда. Мы это прекрасно понимаем. Почему у меня не переключается? Ну, опять же, вот эту работу много раз я показывал. Это как раз тот случай, когда нас взяли в космонавты. Мне очень понравилась терминология Николая Владимировича, потому что эту работу, несмотря на столь предвзятое отношение к российским ученым, ее в журнал взяли. Но я, давайте, попытаюсь, вместо того, чтобы хвастаться, объяснить причины этой предвзятости. Потому что это первое в Европе исследование по ингибитору и GFR при мутациях в раке легкого в первой линии. И так или иначе, вот это за первое большое клиническое исследование, которое, ну, в какой-то степени мы с Владимиром Михайловичем инициировали, я его описывал. Я подчеркиваю, никакой поддержки со стороны здесь фирмы не было, потому что в то время показания была вторая линия терапии без мутации. И в то время, в общем-то, очень опасались, что необходимо будет интегрировать и GFR-тестирование в клиническую практику. Потому что это скорее создавало препятствия, нежели как-то способствовало лечению пациентов. Но так или иначе, это все мы делали сами. С чем мы столкнулись? Вот посмотрите, у нас на выходе 25 больных, которые получают лечение в первой линии. Это очень важно на самом-то деле. Как найти этих пациентов? Мы понимаем, что мутацию мы можем искать только в аденокарциномах рака легкого. Если плоскоклеточная, нет смысла анализировать. Частота мутации 20%. Ну, соответственно, если у нас 25 пациентов получают лечение, то для того, чтобы их обнаружить, надо было ориентировочно проанализировать 125 аденокарцином. Скорее всего, так. А чтобы обнаружить 125 аденокарцином, скорее всего, нам пришлось на этапе первичном проанализировать около 400 пациентов с раком легкого, чтобы выделить сначала аденокарциномы, а потом пациентов с мутацией. Ну, вот флоучарта, допустим, регистрации всех пациентов проходил скрининг. У нас тогда не было, потому что мы не считали, что это нужно. А при цивилизованном выполнении исследования это надо обязательно делать, чтобы понять, есть какие-то отклонения или нет. Следующий момент. Стали, когда подводить результаты, ну, понятно, что нас интересовали только эффекты. Но чтобы говорить вообще, обосновывать, а почему мы ингибитор означаем в первой линии, а не во второй, как полагается, побочные эффекты надо учитывать. Тогда не было такого знакомства с ингибиторами тирозинкиназ, как сейчас. Выясняется, что у наших пациентов, если побочные эффекты бывают, то только и третьей, и четвертой степени. Побочных эффектов первой и второй степени у нас в стране нет. Почему? Ну, потому что регистрации отсутствует. Я понимаю, что это все были, так сказать, первые шаги. Мы таким образом и учились более или менее приводить свои работы в соответствии с международными стандартами. Но в какой-то степени мы и сами тогда прекрасно понимали, почему в космонавты берут далеко не всех. С тех пор мы очень много усилий предприняли, чтобы эти недостатки учесть и дальше работать лучше. Еще пример одного полета в космос. Вот это я люблю показывать, эту работу на самом-то деле. Изначально все было печально и достаточно тривиально. У молодого человека, у которого были исчерпаны все возможности для лекарственной терапии карциномы желчного пузыря, мы знали, что есть маленький шанс обнаружить мутацию в гене Бираф, и действительно у него мутацию в гене Бираф обнаружили. Тогда было известно, что по каким-то причинам при опухолях желудочно-кишечного тракта, я говорю про толстую кишку, Бираф монотерапия, она неэффективна. Мы, основываясь на этом опыте, исходя из того, что желчный пузырь очень похож на толстую кишку, стали назначили комбинацию, в данном случае Бираф-ингибитор, веморофенип и панитудумуап-ингибиторы GFR. И добились полного регресса предлеченной опухоли. Ну, те, кто работает с карциномами желчного пузыря, вряд ли могут припомнить случай полного регресса карциномы желчного пузыря на лекарственной терапии. Это, в общем-то, опухоль, которая резистентная к лекарственному лечению. Ну, опять же, мало того, что эту статью всего один случай довольно охотно опубликовали, потому что концепция, дело же не в количестве случаев, а в концепции. Но что самое интересное, если вы прочитаете рекомендации НССН, на которые ссылался Николай Владимирович, то про ковид они не говорят, а вот про эту статью они упоминают в качестве опции лечения. Ну, потому что осмысленность есть, вы прекрасно понимаете. Есть мутация БИРАФ, мы понимаем, что она бывает при разных опухолях. Есть в опухолях желудочно-кишечного тракта компенсаторный каскад НГФР. И это достаточно очевидно, что если назначать комбинацию БИРАФ-ингибитора и НГФР, то неважно, какая опухоль, толстая кишка или желчный пузырь, мы вправе ожидать от этой терапии эффекта. И получается, что, в общем-то, приятно, что даже на основе единичных случаев, которые хорошо обоснованы, все-таки готовы эту информацию воспринимать всерьез. Другая группа тестов. Это тесты на исключение терапии. На самом-то деле, честно говоря, вот эта область, она не менее важная, чем то, что касается назначения терапии. Посмотрите, есть мутации в генах КРАС и НРАС. Что получается? Если в опухоли толстой кишки имеется мутация в гене КРАС и НРАС, то это гарантированно, гарантированно, что не будет эффекта от ИГФР-терапии. Важная информация. Но есть еще один очень важный компонент. Это не нейтральная мутация. Исследования показывают, что если вы имеете дело с пациентом, у которого рак толстой кишки, и по каким-то причинам плохо выполнили тестирование, не нашли мутацию, так вот, если вы назначаете по ошибке фактически ингибиторы ИГФР, то это может нести определенные риски для пациента, потому что именно в этой категории пациентов может наблюдаться парадоксальное ускорение роста опухоли. И вот это серьезная информация, потому что на сегодняшний день огромное количество молекулярной диагностики делается на наборах. Более того, это поощряется, ну, по крайней мере, у нас регуляторными органами требует использовать наборы. Но какой бы вы набор ни взяли, он может детектировать только наиболее частые мутации. Вот и получается, что во всем мире, где делается диагностика правильно, частота мутаций 50% КРАС и НРАС, а у нас по стране, благодаря тому, что наборы, в среднем 35%, то есть у нас фактически часть мутаций заведомо пропускается, либо потому что они не входят в набор, ну, либо какая-то, опять же, несогласованность действий разных специалистов просто плохо происходит выделение опухолевых клеток. Это очень плохо, потому что мы заведомо получаем, что мы, с одной стороны, увеличиваем расход дорогостоящего препарата, да еще и, в общем-то, в качестве побочного эффекта мы имеем за счет таких скрытых мутаций, что у какого-то процента пациентов, которые получают лечение, оно не только безрезультатно, оно приводит к тому, что ускоряется рост опухолей. И вот, посмотрите, мы готовились к следующему полету в космос, мне привязалась эта формулировка, и уже к следующей работе мы исправились, потому что, посмотрите, здесь, по крайней мере, флоучарт есть, а вот этот флоучарт – это намного сложнее, чем любой молекулярный анализ, регистрировать нормально то, что вы делаете. Какая у нас была идея? Мы обратили внимание на новую категорию рака толстой кишки, которую, я уверен, очень мало кто знает, это редкая категория. Это наследственный рак, называется этот ген по-английски MUT-AH, который имеет необычный механизм наследования, необычный механизм возникновения, но самое главное, у именно этих пациентов с MUT-AH, ассоциированным раком, ну, видите, частота маленькая, один там на 200, на 300, на 400 случаев рака, опухоль накапливает огромное количество мутаций. Раз огромное количество мутаций, то она, скорее всего, должна быть очень иммуногенна. Это где-то напоминает микросателитную нестабильность, но микросателитной нестабильности в этих опухолях нет. Как идентифицировать подобных больных? Ну, во-первых, мы можем, в принципе, делать, конечно, скрининг на наследственные мутации всем больным, но не хотим, это слишком трудоемко. Но мы воспользовались тем, что благодаря появлению ингибиторов и GFR, виктибиксер, бетукса, у нас все-таки в стране доступно КРАС-тестирование. А вот у этих опухолей, у них есть характерная характеристика. Именно эти опухоли достаточно часто, их патогенез предусматривает появление редкого вида мутации в гении КРАС. G12C – это редкая замена. И вот, посмотрите, я с удовольствием вижу, что мы растем. Это уже недавняя работа. Посмотрите, у нас нормально идет учет всех пациентов, которые проходили КРАС-тестирование. Мы знаем, сколько мутированных КРАС-опухолей. Их, посмотрите, половина. Если правильно делать тест, то их много. Есть еще, добавляем N-рас ибиров, чтобы исключить GFR-ингибиторы. И только маленькая часть, 4% мутации приходится на мутацию G12C. И вот для них мы уже делаем анализ на наследственные мутации. И мы таким образом нашли 9 пациентов с новой разновидностью наследственного рака. Но прежде чем экспериментировать с терапией, нам надо очень хорошо обосновать, что мы все делаем правильно. И что получается? У нас только часть опухолей доступна для оценки лимфоцитарной инфильтрации. И посмотрите следующий слайд. Что мы делаем? Мы берем опухоли обычной толстой кишки. Они не имеют лимфоцитарной инфильтрации. Это у нас позитивный контроль. Опухоль с микросателитной нестабильностью. В ней есть лимфоциты. А вот эта опухоль, новая разновидность наследственного рака, мутАЭЧ. Еще больше лимфоцитов, чем слева. По крайней мере, мне так кажется, судя по картинке, толком я расчета не очень помню. Соответственно, мы исходим из того, что патогенез этих опухолей, их антигенность, их иммуногенность очень похожа на позитивный контроль микросателитной нестабильности. Значит, у нас есть основания именно в данном случае назначить ингибитор контрольных точек иммунного ответа. Ну и вот посмотрите, это как раз тоже единичный случай кейз-репорт, когда мы дождались, когда у одной из пациентки с мутАЭЧ, ассоциированным раком, исчерпаны возможности для лекарственной терапии, и ей назначается ингибитор контрольной точки иммунного ответа, и да, мы достигаем регресс. Ну, если честно, то мне тоже очень хочется надеяться, что на эту статью обратят внимание, потому что таких пациентов очень сложно набирать. МутАЭЧ-ассоциированные раки примерно в 10 раз реже встречаются, чем опухоли с микросателитной нестабильностью. Поэтому набор критической массы пациентов здесь займет годы, и мне очень хочется надеяться, что эту работу заметят и попытаются ее как-то воспроизвести, чтобы убедиться, что это не единичное наблюдение. Еще один нюанс. У меня было на слайде, что мы говорим о том, что на сегодняшний день молекулярная биология позволяет детектировать фрагменты опухолевых клеток в кровотоке, в других жидкостях. Это называется жидкостная биопсия, когда новый этап развития молекулярной онкологии, когда у вас в качестве субстрата может выступать не только опухолевая ткань, но и более доступный материал от пациента, его плазма. На самом-то деле здесь очень много недопонимания между лабораторными специалистами и врачами, потому что, честно говоря, достаточно настойчиво идет реклама жидкостной биопсии. Это популярная область для исследования. У нас тоже накопился собственный опыт довольно большой. Получается, что те пациенты, для которых нужно делать жидкостную биопсию, ну, например, Т790М мутация, понимаете, те пациенты, которые получают сегодня таргетную терапию, они находятся под очень хорошим наблюдением. И получается, что у них их направляют на какие-то анализы, ну, фактически сразу, как минимальные признаки прогрессии опухоли. Наш опыт, и то же самое говорит Ирина Анатольевна Демидова из 62-й больницы, что, в общем-то, это заблуждение у врачей, что жидкостная биопсия, она всегда эффективна. На самом-то деле, когда малое количество опухолевых очагов, когда опухоль только-только начала прогрессировать, очень высокая вероятность, что в жидкостной биопсии ничего не даст, что вы не найдете там опухолевое ДНК. Именно поэтому выявление жидкостной биопсии, ну, в общем-то, дело деликатное. Оно требует правильных технологических процедур, правильной постановки экспериментов, внутренних контролей. Честно говоря, то, что я вижу в реальной ситуации, ну, не всегда это получается. Одно из самых главных событий современной биомедицины, по крайней мере, в этом веке, это появление секвенирования нового поколения. Секвенирование нового поколения, ну, фактически, что из себя представляет этот метод? У вас появилась машинка, которая бесконечное количество раз может прочитать на матрице, на той ДНК, которую вы заложили прибор, бесконечное количество фрагментов ДНК. А потом компьютер позволяет вам вот эти фрагменты воссоздать в единое целое. Ну, на самом деле, речь идет об огромном объеме данных, и поэтому, на самом-то деле, главный показатель, что меня не сам прибор восхищает, сколько мощность компьютеров, которые этим занимаются. Это абсолютно несопоставимо с тем компьютером, с которым мы привыкли работать. Тут действительно нужны, так скажем, производственные мощности. Но так или иначе, секвенирование нового поколения, несомненно, видоизменит нашу жизнь. В первую очередь, речь идет о диагностике наследственных болезней. Опять же, Николай Владимирович сказал, что онкологи, может быть, стали менее заметны, чем специалисты по инфекционным болезням. Но, к сожалению, те, кто занимаются наследственными болезнями, никогда не были заметными. Поэтому то, что вообще-то секвенирование нового поколения позволяет проводить и скрининг, и предотвращать рождение больных людей, это, в общем-то, очень важная функция. Я думаю, что таких заболеваний, как муковисцидоза, фенилкетонурия, вообще не будет через несколько десятков лет за счет того, что будут выявляться носители и будут при помощи всяких манипуляций добиваться, что эти мутации не будут передаваться детям. Это один сценарий. Второй сценарий – то, что все-таки в опухоли может быть много мишеней. Здесь секвенирование нового поколения в среднесрочной перспективе, конечно, представляется очень важным этапом для именно организации диагностики подобных пациентов. Ну, что существенно? На сегодняшний день мультигенное секвенирование, оно применяется, во-первых, для диагностики соматических мутаций. Идея такая, что мы берем несколько генов, и мы их анализируем одновременно. И второе, за счет того, что у нас техника многократных прочтений, секвенирование нового поколения, она может найти мутацию там, где избыток нормальных тканей. Ну, тоже это является определенным преимуществом, потому что в целом секвенирование нового поколения, как показывает практика, более пригодно, чем многие альтернативные методы. И опять же, в качестве примера слайд. Вот это на сегодняшний день целый ряд сервисов есть в мире, которые оказывают услуги, они берут опухолевые материалы при помощи секвенирования нового поколения, анализируют много значимых генов. Мне бы не хотелось вступать в какие-то, грубо говоря, взаимоотношения между различными фирмами, которые предоставляют подобные услуги, но в данном случае, в качестве примера отчет Foundation Medicine, Foundation Medicine все-таки выглядит как более известная компания, потому что они очень много участвуют в различных исследованиях, то все-таки они значительно более заметны. Вот, пожалуйста, это пример уже реальная пациентка, мы говорим о том, как выглядит их отчет. Но посмотрите, здесь все-таки при помощи секвенирования нового поколения сразу много генов анализируется, и поэтому этот отчет носит комплексный характер. Опять же, что существо? Вот у этой пациентки, которая попала на это тестирование, у нее локальная лаборатория, у нас в стране, и GFR мутацию не нашла, а Foundation Medicine нашел. То ли за счет того, что технология лучше, потому что секвенирование нового поколения, то ли за счет того, что в локальной лаборатории плохо сделали диссекцию опухолевых клеток, то ли из-за того, что в локальной лаборатории плохо поставили саму реакцию или плохо ее интерпретировали. Может быть, просто никто от нас не застрахован, что просто образцы перепутали. Всякое бывает. Но вообще, когда мы говорим о пытаемся как-то инфраструктурно решать подобные проблемы, то, в общем-то, это все непросто, потому что, конечно, нежелательны такие ошибки. О них зависит, назначается препарат или нет. Правда, я бы тут всегда говорю, что единственный способ не ошибаться – это ничего не делать. В другую крайность совсем все заорганизовывать тоже впадать не надо. Еще одно популярное направление современной диагностической медицины, которое, честно говоря, мне кажется, стало немножко менее заметным сейчас, чем 10 лет назад. Это так называемые мультигенные экспрессионные тесты. Ну, в качестве прообраза я могу назвать, опять же, один из самых хорошо известных – это онкотайп DX, который был сначала разработан для рака молочной железы, а потом появились клоны для других видов рака. Там идея какая? Мы понимаем, что у нас есть несколько генов, которые ассоциированы с агрессивным течением опухоли. Но сам по себе ген запатентовать нельзя, потому что ген, как вынес Верховный суд США или просто суд, я не знаю какой, он сказал, что ген патентовать нельзя – это творение природы. Поэтому Мириад Genetics потеряла патент на диагностику генов BRK1 и BRK2. А что можно запатентовать? Что делают эти фирмы? Они берут несколько значимых генов, анализируют их уровень их активности, а потом патентуют компьютерный алгоритм, как вычислить индекс. То есть это соотношение между уровнем активности нескольких генов. И вот этот компьютерный алгоритм вы имеете право запатентовать. Это лежит в основе идеи подобных тестов. Что характерно? Они все абсолютно централизованы. Когда у нас говорили, мы будем сотрудничать с инкотайп ДХ, мы откроем здесь свою лабораторию, это не пройдет. Потому что у них как раз основа вот этой идеи, что все тестирование делается централизованно. То же самое относится к Foundation Medicine. То же самое относится к BRK-тестированию Мириад Genetics. Нет никаких филиалов, нет никаких локальных лабораторий. Чтобы не было проблемы с воспроизводимостью и чтобы была хорошая загрузка. Но так или иначе эти тесты, они выдают какие-то сведения, ну, например, о прогнозе заболевания. Самый главный вопрос, который здесь остается изначально, мне понравилась идея одного из основателей другого экспрессионного теста. Он говорит, понимаете, мы вообще не хотели никак дополнять морфологический анализ. Мы знали, что в реальной практике такой показатель, как, например, степень дифференцировки опухоли или степень злокачественности опухоли, во многом субъективный показатель. Поэтому мы хотели создать тест, который, ну, в какой-то степени будет автоматизированным дополнением к морфологическому анализу. Ну, дополнительным, грубо говоря. Если хотите, то если, грубо говоря, в том числе автоматизированная замена морфологическому анализу. И в этом какая-то логика, несомненно, есть. Но вот если мы представим, что у нас хороший морфолог, и действительно у нас подавляющее большинство заключений морфологических, они абсолютно внятные, там все есть, то совершенно непонятно, что добавляют вот эти тесты к уже доступным хорошим морфологическим заключениям. Вот насколько я понимаю, такие исследования, как таковые, не проводились. И когда показывают, что вот, смотрите, есть прогностическая значимость. Ну, у нас и, допустим, уровень пролиферативной активности клеток тоже имеет прогностическую значимость. Вопрос, что мы нового добавляем? Мне очень нравится идея пытаться делать клеточные тесты от каждых конкретных пациентов. Но тут, опять же, очень много заблуждений. Я еще 20 лет назад видел пациента, которые приезжали из Германии. У них брали опухоль, делали из нее краткосрочную, так называемую, культуру, то есть просто эти диссоциировали опухолевые клетки и помещали в чашку Петри. И там делали тесты на лекарственную чувствительность. Когда эти делали тесты на лекарственную чувствительность, то написали отчет, какому препарату опухоль более чувствительна. Выясняется, что это все не так просто. Ну и наш собственный опыт показывает и публикации есть, что вообще-то в краткосрочной культуре преобладают не опухолевые клетки, а не опухолевые клетки. Поэтому вообще, что мы таким образом анализируем, опухоль или нет, вот этот вопрос снова стал открытым, потому что оказывается здесь огромное количество артефактов. А чтобы получить так называемую установленную культуру от пациента, нужны месяцы и процент эффективности подобных мероприятий. Менее 10%, особенно если это первичный опухоль. Получается, что здесь много нерешенных вопросов. Есть эксенографты. Мы много читаем сейчас публикации, те, кто интересуется клиническими исследованиями, когда от каждого пациента мышки пересаживают его собственную опухоль. Вот тут как раз у мышей опухоли приживаются лучше, чем в культуре клеток. Но проблема заключается в том, что мыши по определению иммунодефицитные. И как выясняется, даже когда мы анализируем банальные лекарственные препараты, антрациклины, токсаны, все равно есть иммунитет или нет иммунитета у пациента или у мыши, это играет роль, когда мы пытаемся найти ответ. Наследственные раки. Я уже говорил на самом-то деле, что это область, на мой взгляд, немножко на обочине вообще медицинской науки, как и все, что касается наследственных болезней. И опять же, как ни парадоксально, но к наследственным ракам ренессанс, внимание, только когда появились препараты. Когда появились препараты специально для лечения наследственных раков, то вынудили медиков знакомиться с этой проблемой. А так это было все увлечение для чудаков, в общем-то, грубо говоря. Но на самом-то деле наследственные болезни – это важная проблема, потому что, увы, на сегодняшний день, если взять, ну, более или менее расширенную какую-то трактовку, я могу сказать, если мы возьмем известные на сегодняшний день тесты, БРК, ЧЕК-2, там, ПАЛЬП-2, ну, знакомые гены, да увы, 2% популяции носителей этих мутаций. А если мы добавим еще какие-то вещи, там, типа, несвоевременный атеросклероз, когда у человека атеросклероз, болезнь Альцгеймера наступает в 50 лет, или какая-нибудь злокачественная гипертония, ну, наверное, 3% на наследственные заболевания придется. А если мы говорим про носительство, то, конечно, бессимптомных носителей, гетерозиготных еще больше. Главное, чтобы эти мутации у ребенка не встретились, чтобы мать и отец не были носителями одной и той же мутации. Но так или иначе, что абсолютно игнорируется? Допустим, лекарства мы можем купить, а вот знания о наследственных болезнях у нас в стране или в странах СНГ не можем. Почему? Почему люди делятся на нации? Каждая нация имеет своих прародителей. По определению, эти прародители, они, ну, привнесли, в общем-то, свой пул наследственных мутаций. И вот это объясняет, почему, допустим, у нас в России, в Санкт-Петербурге, мутации в гене БРК-1 – это 5% случаев рака молочной железы, 15% случаев рака яичника, а в соседней Финляндии гена БРК-1 вообще нет, потому что прародители финнов, у них не было мутации БРК-1, а у них есть мутация БРК-2, в общем-то, в другом гене. Накладывает ли это отпечаток на диагностику? Конечно, накладывает. И в данном случае, ну, заниматься этим, в общем-то, необходимо. Мы когда в 2006 году нас тогда взяли в космос, потому что мы нашли славянскую мутацию, посмотрите, это две работы, одна 2006-го, другая 2009-го года, они были востребованы мировым сообществом. И то, что нам тогда удалось наладить вообще вот это экспресс-тестирование на частные мутации, на мой взгляд, очень важный был эффект для здравоохранения, потому что, на самом деле, посмотрите, сейчас в любой сетевой клинике вы можете сдать этот тест, и это доступная медицинская помощь. Тогда это было очень важно. Но сейчас, скорее, обратный эффект, потому что все-таки сейчас совсем другая эпоха, и выясняется, что нас тестирование на повторяющиеся мутации перестало удовлетворять, потому что, посмотрите, это наши собственные данные. Если мы берем пациента из группы риска, это либо признаки наследственного рака, либо молодой рак, либо первичномносный, билатеральный рак молочной железы, и помимо теста на повторяющиеся мутации делаем еще полноценный анализ генов, мы в два раза увеличиваем количество выявленных случаев. Важно ли это? Конечно, важно. Тут большие ошибки со стороны врачей, потому что сделали простой тест на повторяющиеся мутации, БРК-мутацию не нашли, говорят, нет, БРК-мутации нет. Никто не думал вообще про объем теста. Еще один пример тоже из космоса, потому что это как раз пример, насколько важны этнические аспекты медицинской генетики. Как только у нас появился чудо-прибор, еще обычный секвенатор в 2008 году, у меня была идея фикс, так как у нас генетически гомогенная популяция, есть повторяющиеся мутации, давайте попробуем открыть новый ген наследственного рака молочной железы. Мы взяли пациенток с наследственным раком молочной железы по клинике, клиническим характеристикам, мы сделали БРК-тест, не нашли мутации, и мы этих пациенток стали тестировать на присутствие мутации в генах, которые по своей функции похожи на ген БРК-1, БРК-2. Из 24-й попытки, перебирая гены один за другим, мы нашли этот ген. Это ген БЛМ. В гомозиготном состоянии, когда у ребенка от мамы и от папы получены инъективированные аллели, это очень тяжелое заболевание, синдром Блума. А в гетерозиготном, когда человек просто носитель, это повышенная предрасположенность к раку молочной железы. Но посмотрите, эта статья прошла проверку на космос, она попала в журнал. А вот это следующая ситуация, которая печальная на самом-то деле. Мы знали, что у нас в стране высокая частота повторяющихся мутаций в гене БЛМ. То есть у нас фактически 1 на 200 носительства этой мутации. Значит, должно в стране быть несколько десятков, а то и сотен случаев синдрома Блума. Стали звонить в медико-генетические центры. Видели пациентов с синдромом Блума? Нет. Как такое может быть? Мутация есть, а пациентов нет. Разгадка пришла совершенно случайно в 2016 году. Посмотрите на этого мальчика и посмотрите на мальчика с веб-страницы синдрома Блума. Это общество пациентов с синдромом Блума. В чем разница? Разница заключается в том, что у нашего пациента нет облигатного признака синдрома Блума, эритемы на лице. Весь ужас заключается в том, что этот ребенок консультировался двумя врачами-генетиками клиническими, которые участвовали в работе 2012 года, которые знали, что у нас в стране есть синдром Блума, но он остается неидентифицированным. И поэтому при отсутствии эритемы они у этого ребенка синдром Блума не заподозрили, а выявили мы синдром Блума в процессе секвенирования нового поколения, которые делали тест на иммунодефициты. И вот теперь о пользах полетов в Коспос. Мы когда направили эту статью, два первых случая синдрома Блума, описываем, ой, как интересно, эритемы нет, написали, что у нас мутации есть, а больных нет, рецензент вам сказал, так у вас потому и пациентов с синдромом Блума нет выявленных, потому что они без эритемы. И поэтому врачи не могут поставить диагноз, потому что врач-генетик, который про синдром Блума знает только из книжек, это редкое заболевание, меньше 300 человек в мире, он сразу видит, что эритемы нет и про синдром Блума не думает. И поэтому как раз вот по пользе рецензирования рецензент предложил, чтобы мы немножко изменили содержание статьи, и посмотрите, название отсутствия эритемы является причином, почему у нас в стране синдрома Блума нет. Самое главное, что эта работа подтвердилась нашими коллегами из Чехии, буквально на этой неделе вышло еще одно описание синдрома Блума в Чехии, тоже без эритемы. Это как раз все-таки очень полезно, когда на самом-то деле есть и критическое рассмотрение данных, потому что все-таки вот когда по совокупности смотришь многие вещи, мы как авторы не всегда видим то, что увидели рецензенты. Это, конечно, здорово. Ну, теперь мы договорились, что мы будем говорить не только о медицине, но и об организации. Ну, в частности, на сегодняшний день все понимают, что молекулярная диагностика должна быть. Тут вязкое довольно обсуждение, потому что я убежден абсолютно, что дельный человек может всему обучиться. У нас как раз, я с удовольствием смотрю на Никиту Александровича, потому что вот как раз пример, когда человек в процессе работы приобрел новую специальность и стал одним из самых известных специалистов в стране. То есть я не считаю вообще, что вот есть какая-то стигма, что мы готовим одного специалиста, и он не может потом переучиться. Но если мы говорим о массовой продукции кадров, то я считаю, что на сегодняшний день недооценивается, что молекулярная диагностика так или иначе это все равно отдельная специальность. Все время пытаются в массовом порядке делегировать эти функции где-то специалистам просто по лабораторной диагностике, где-то специалистам по патоморфологии. Я никоим образом не хочу патоморфологов обидеть. Но надо понимать, что когда мы говорим о молекулярной диагностике, то это не только анализы GFR-мутации в ткани опухоли, это еще и анализ на наследственные раки, где требуется вообще понимание родословных, понимание генетики. И все-таки искренне я считаю, что если мы говорим о подготовке специалистов, то именно этой специальности нужно не только быть врачами, но еще иметь какие-то базовые знания по химии, например. Я всегда, так сказать, прихожу в восхищение, когда прошу врачей сделать раствор из двух компонентов с малярными концентрациями. Этому в школе учили, а в медицинском институте нет. То есть то, что нужна отдельная подготовка, бессмысленно с этим спорить. Теперь следующий бич. Это, опять же, существующая у нас сегодня система регулирования, в частности, использования зарегистрированных медицинских изделий. Ну, я очень много общаюсь с коллегами-морфологами, знаю, что у них это бич, но когда пытаются, допустим, зарегистрировать антитела какому-то белку этих наборов, там, ну, сотни, это глупость, скорее всего, и неправильно все делается, но это хоть как-то укладывается в хоть какое-то понимание, пусть там набор. Такого понятия, как диагностический набор, в молекулярной биологии просто нет, потому что у вас единый метод для анализа всех генов. Ну, допустим, вы секвенируете. У нас единый метод секвенирования, у нас 22 тысячи генов. Каждый ген состоит из определенного участка последовательности. Как я себе могу представить, как можно одно и то же регистрировать по количеству генов, условно, скажем, 22 тысячи раз. Это абсурд, но сегодня закон, процедуру требует именно этого. Более того, если бы у нас хотя бы был единый метод, но на самом-то деле, если вы смотрите один вид мутации, вам нужно использовать секвенирование по Сенгеру, другой вид мутации ПЦР, третий вид мутации ФИШ или особую разновидность НЖС, получается, что на каждый нюанс там нужно, ну, примерно несколько процедур. Ну, посмотрите, я привожу эти, в общем-то, абсурдные цифры. Самое главное, что здесь никакого нет смысла во всем этом. Разумеется, это легко все в аудитории врачей об этом говорить. Все со мной, несомненно, согласятся. Ну, ужасно на самом-то деле, что и пишем мы, пытаемся говорить с теми органами, которые занимаются регулированием, нас не слышат абсолютно. Что они говорили? Они говорят, а все-таки. Ну, вот все-таки получается, что ситуация-то фактически находится в постоянном нехорошем состоянии. Ну, что тут делать, мне абсолютно очевидно. Мне совершенно понятно, что если мы, допустим, учреждения диагностируют, ну, даже, например, ковид, то здесь, наверное, какие-то регуляции нужны. Хотя, опять же, те, кто в теме видели, что когда распространялась эпидемия, то регулирующие органы тянули с регистрации изделий, фактически вот у нас в Санкт-Петербурге, ну, поставили в ступор эту ситуацию с диагностикой ковида. И только потом, вынужденно, когда стали на уровне пика эпидемии ослаблять регулирующие меры, как-то дело пошло. Но так или иначе, когда мы как-то пытаемся регулировать диагностику чумы, спида, ковида, ну, мне это хоть как-то понятно, потому что это социально опасные заболевания, здесь больше нужно регуляции. То же самое касается судебно-экспертизы, судебно-медицинской экспертизы, вряд ли мы хотим каждому ботанику доверить проблемы идентификации личности и так далее, и тому подобное. Но то, что вот на такой более стандартной диагностике нет необходимости в таком регулировании, и сам вектор неправильный, во всем мире все-таки лицензируют учреждения, а не сами медицинские изделия. Это, к сожалению, факт. У нас все-таки вот эту систему регулирования существующую защищают очень отчаянно, но, к сожалению, тут как говорил герой в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», в таких случаях, говорят, меня терзают смутные сомнения, зачем это делается. Еще одна инновация — это референс-центры. Это как раз, в принципе, это затея, если ее правильно трактовать, в общем-то, наверное, очень правильная. Понимаете? Нет четкого понятия, что считать референс-центром. С одной стороны, референс-центр — это, по идее, помощь в дополнительном консультировании. Ну, условно скажем, не справляется врач с диагнозом, сомневается, он вправе сам направить пациента на любую другую диагностику, будь то молекулярная диагностика, консультация врача, все что угодно. Это нормально. Причем совсем не надо обходиться в подчиненном положении. Мы все время консультируемся между собой на равных, потому что невозможно знать все. И в этом плане создание какой-то системы, ну, а что тут плохого? Другой компонент — это все-таки создание культуры диагностики материала на расстоянии. Вот тут тоже есть определенные, ну, на самом-то деле, споры. С одной стороны, зачастую совершенно правы администраторы, они хотят локализовать многую диагностику. Почему? Потому что появляются новые специалисты, появляется новая сфера деятельности, так или иначе стимулируются технологии. Я помню еще, когда иммуногистохимия считалась космическим методом, и она делась только в отдельных центрах. Сейчас сказать, что есть морфологическая лаборатория без иммуногистохимии, это стало редкостью. Плохо — это хорошо, сложно сказать, потому что всегда, когда централизация, плюс, что все-таки и себестоимость ниже, и воспроизводимость лучше. Ну, когда пытаются локальные какие-то сервисы развивать, мотивация — это, в общем-то, понятно. Но при этом надо что понимать. Если все-таки брать опыт Западной, Европа-США, очень много диагностики делается не в самом госпитале. Посмотрите, те, кто часто едет за границу, они видят всюду объявления, анализы, анализы, анализы. Даже для того, чтобы сдать анализ мочи, совсем не обязательно ехать в госпиталь. Вы можете это сделать в любом фактическом месте, там, где у вас принимают услуги. Соответственно, надо понимать, что стандартная лаборатория, по крайней мере, молекулярно-генетическая, имеет очень большую пропускную способность. За день можно, ну, фактически покрывать полугодовую потребность хорошего лечебного учреждения. Ну, и именно поэтому, в общем-то, вопрос о том, чтобы как найти правильный баланс между локализацией и централизацией, это вопрос философский. На этом позвольте мне закончить мое сообщение, поблагодарить всех за внимание. Ну, может быть, появились вопросы какие-то. Продолжение следует... Продолжение следует...